здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в 19 ферму да у нас утро раннее ночью созрели поля и сейчас я запустил уборку и сегодня у нас много дел на самом деле нужно будет построить два предприятия целых и много чего купить у нас опять таки довольно таки положительный баланс что меня несказанно радует потому что я немножко по упарывался в контрактике также друзья на этих самых контракте я наворовал немножко пшеницы и поэтому у нас на базе и и немножко лежит ячменя кстати тоже но ячменя весь отвез на наш мукомольный завод а еще 300 кубов пшеницы лежит на базе и сейчас мы еще соберем кубов 150 так что все хорошо также у нас вовсю работает наш мукомольный завод и почти 350 кубов вот он выработал в общем-то подождем пока он доделает наверно полностью и поедем отвезем всю эту муку и продадим и будут у нас еще денежки в общем то друзья что я хотел сегодня сделать нам друзья как я уже говорил раньше нужно о кстати извините пока не забыл я друзья еще купил территорию с мостом к 65 66 полю и здесь у нас нужно привести пять ингредиентов чтобы его построить щебень песок воду цемент и сталь это в общем то так на будущее но в чем фишка есть такая штука щебеночный карьер а тут можно надыбать щебень и песок два ингредиента есть также друзья есть цементный завод который производит цемент цемент и кирпич и щебня песка и воды тут в общем то тоже все просто цемент есть еще есть ингредиент вода воду нарулить вообще не проблема и также там нужна сталь и я вот сколько здесь лазил я все не нашел где здесь производить эту гребаную сталь с другой же стороны если мы зайдем строительство моста любой из этих ингредиентов можно просто тупо купить за 200 тысяч мы покупаем стали все в порядке но хочется знаете ли по фэншую все сделать поэтому если кто знает черканьте пожалуйста в комментариях где нарулить сталь с этим понятно так вот что я хотел друзья сказать мы с вами в этом сезоне нацелились на макаронную фабрику из того чтобы построить макаронную фабрику нам еще нужны точнее построить то макаронную фабрику мы можем прямо сейчас боже как здесь много всего все-таки вот она макаронная фабрика из муки воды и из производят макарон из пакетти пельмени с гвязиной на пельмени мы наверно забьем говядину мне мне коровами заниматься мешка впадлу может быть в следующем сезоне если он будет так вот муку мы уже делаем поддоны у нас уже есть вот это что за рулоны такие это непонятно мне вода картон в общем то тут все понятно а это бумага наверное рулоны с бумагой может какой-нибудь неважно в любом случае нам друзья нужны яйца для этого нужно поставить курятник курятник для производства яиц куриного мяса и здесь как мы видим нужны будут поддоны и картон и картон у нас делается на целлюлозной фабрике поэтому ее нам тоже надо будет целлюлозный завод мне тут просто какая-то туалетная бумага неважно щипа вода поддоны и можно в общем то делать картон который нам понадобится проблема в том что это самая целлюлозная фабрика капец какая здоровая и у меня нет идеи куда ее поставить точнее идея есть самом деле мне даже хочется его сюда на базу прям впихнуть для этого правда придется половину все переделать снести вот эти вот гаражи удобрялки переставить в другое место но ладно мы этого делать не будем мы купим для этого территорию и вот есть территория которая мне в принципе нравится около 35 поля давайте сюда и забуби ним как раз рядом с базой 116 тысяч она всего стоит отлично теперь хороший вопрос где тут заезд где тут выезд и как это удобно сделать потому что здесь место в принципе-то в притирку насколько я понимаю вот с этой стороны которую мы видим будет выгрузка материалов где загрузка загрузка скорее всего вот с этой стороны будет место здесь не то чтобы прям много если мы вот так вот расположим то в теории все будет норм я вот лошара не посмотрел как это должно работать наверное надо искать территорию чуть побольше смотрите есть поле номер 28 на него идет один въезд два въезда есть как раз много места может его прикупите от этой полянки явно будет недостаточно или вот еще поле есть 29 его тоже можно прикупить обрезать составите кусок поля на урожай хотя хз честно говоря не знаю какая-то территория можно было бы ее купить снести это и поставить свой завод черт как тяжело выбирать место то вот есть две территории на него ни на одну из них вот не вылазит а вот здесь друзья место предостаточно 56 поле около 56 поля здесь прям как и задумано влазит со всех сторон знаете вот сюда мы наверное это дело и пихнем бздынь да будет вот так единственное чтобы было по фэн-шую конечно же эту территорию мы тоже с вами купим а 166 тысяч она стоит берем вот эту пока продадим которую взяли это нам не надо погнали побегаем посмотрим что там вообще есть что куда выгружать что там вообще делается проблема в том что завод относительно далеко хотя не то чтобы прям сильно далеко в тактус есть нормальный заезд можно будет без проблем это сделала забубенить видимо здесь выгружается щипа щипа у нас есть так что можно будет это без проблем сейчас сразу же и проверить вода и поддона нам еще надо где-то выгружать вот сюда видимо выгружаются поддоны здесь скорее всего будет продукция выгружаться давайте посмотрим целлюлозный завод производства включить режим сменной работы можно короче ко всему прочему еще добавить какие-то деньги 100 тысяч литров за 100 тысяч евро не будет еще дополнительно все работать коробки бумага туалетная бумага работает только отдельно 1 это нас все сейчас не сильно интересует мы это отключаем нам интересно первую очередь производства коробок щипа вода поддона надо сюда привести для воды я так понимаю нужно брать новый транспорт принципе она то рано или поздно понадобится 8000 литров 7 300 или большая на 32 куба давайте возьмем такую штуку прям сильно блестящую я не хочу поэтому будет вот такая и ему понадобится новый man не будет он вот такого цвета пойдет вот такая сцепка у нас получилось интересно кстати стран шею можно ли воду набирать я чет как-то не задумывался об этом никогда черт я в ней застрял вот хороший вопрос где тут поблизости набрать воды есть у меня подозрение что придется где-то ставить водокачку хотя вот есть места прямо рядом находятся теории здесь должна быть вода хотя и вот какая-то лужица если честно хрен видно из-за деревьев и здесь работает в кнопка наполнить прицеп интересно заканчивается ли здесь вода любом случае надо будет это потом как-то автоматизировать хотя посмотрим насколько много воды он будет жрать это производство скорее всего где-нибудь поставим на напорную вышку может быть даже на базе не будем тягать воду оттуда сейчас еще выбраться отсюда тоже геморрой будет или выберемся нормально здесь выберемся на выберемся хорошо погнали отвезем эту воду на новый заводик хороший вопрос где ее выгружать попробуем заехать внутрь может здесь где-то триггер появится надеюсь здесь скорее всего щипа вот что-то похожее на цистерну для воды может быть здесь никак не отмечено да вот здесь у нас выгружается вода это хорошая новость сколько сюда вообще воды влазит 500 кубов в общем-то много и сюда надо привести возможно и тратится она тоже будет в большом количестве вероятно надо будет делать автодрайв ну ладно наша задача сейчас запустить завод в первую очередь наполнением ресурсов будем заниматься потом оставляем этот man здесь и переходим к нашей джесси бишки она будет у нас заниматься доставкой щипы погнали на лесопилку посмотрим как где там эта щипа берется есть у меня в общем-то подозрение что надо будет автодрайв тоже вести как минимум чтобы отсюда можно было забирать по автодрайву щипу да вот здесь вот конвейер давайте в общем-то автодрайв проложим че уж тут тут друзья уже был проложен автодрайв с шестьдесят третьего поля она раньше было больше поэтому я тут немножко тоже все переделывал потом автодрайв проложен через контейнера пришлось немножко пододвигать но ничего все нормально сейчас наша задача проверить чтобы все работало но в теории должно ставим тут щипа загрузка и чтобы щипа и просто запустим его с дороги посмотришь по нормально загрузился давай друг погнал куда-то он не туда совсем погнал я переспутал режимы гребаные транши чё все нормально давай друг едь отлично он все видит он все прекрасно загружает загружаем тогда здесь щипу едем на наш новый завод искать триггер выгрузки и рисовать там автодрайв для начала конечно же нужно найти место где выгружается вся эта деревья мешают на самом деле проехать не видно нихрена шинки ладно от первого лица поедем в теории да в теории здесь поэтому все хорошо значит бросаем прицеп и едем рисовать автодрайв но я думаю я это быстро здесь сделаю три триггера да и просто вокруг объехать да и все что ты явно тут смотрю и как-то все покончено у меня получилось ну ладно ничего страшно по папкам я это попозже чуть не распределю пока пускай будет так еще надо проверить чтобы это все дерьмо работала вот здесь я не знаю как он будет проезжать на самом деле с места прям не очень много когда я прям притык так поставил ну ладно ничего страшного что вокруг будет объезжать например водовоз сколько у нас есть щипы на лесопилке совсем немного но в общем есть визит столько сколько есть но и да надо проверить чтобы это все работало мы его будем встречать здесь ну заезжать он нормально заезжает тут я принципе ровно все прописал триггер он увидел триггер он разгружает все прекрасно отлично ну и друзья для запуска этого производства нам нужно еще привести туда поддона но прежде чем вести поддона и раз у нас около мукомольного завода стоит вот этот вот наш товарищ я думаю имеет смысл забрать муку которая у нас здесь уже есть 20 поддонов а поддона я смотрю не сильно-то и большие да а по 5 кубов нормально что-то я как-то посчитал что их тут не хватит даже добить один прицеп видимо я просто считать не умею кстати довольно таки большое количество получается за раз увести если мы можем по 40 поддонов за раз возить один поддон 5 кубов то значит по 200 кубов за раз а это много значит отвезем продадим один прицеп 20 штук есть надо выгрузить еще 20 на мне нравится знаете ли что тут поддоны прям большие здесь 200 кубов за раз охренеть просто знаете мне настолько впадлу здесь крутится на мания проще их руками по закидывать просто их вот так вот покидать да и все вздым вздым готова дохренища муки и теперь вопрос куда это выгружается мант прибавляется нужно найти муку и где она продается по самой высокой цене по моему это вот это на жд вокзале по 958 200 тысяч мы сейчас этого прицепа ты поиме но почти 200 но поехали на жд вокзал благо он тут совсем рядом находится правда вопрос как туда еще проехать с дорожки есть все в порядке есть у меня подозрение что выгрузка идет там же где зерно на общем то сейчас мы об этом узнаем чушь тут выгружаем все на платформу и да вот она посыпалась если мы вот так сделаем отлично не очень все исчезают прекрасно пускай исчезают но что-то они прям долго выгружаются хотя если вспоминать как было в 17 ферме там они выгружались по очереди была такая в общем то не знаю проблема это или нет но они выгружались по очереди 182 тысячи за поддоны и есть у нас еще тут последние два на самом деле вроде как свежий авто драйв умеет делать саморазгрузку вот этих вот прицепов в теории можно будет выгружать отвозить это все по авто драйву но уже ладно поехали за поддонами щипа кстати сюда приехала вторая партия и так что все работает все прекрасно а сейчас же друзья под дончики надо выгрузить вероятно всего триггер находится вот здесь вот да пошел он разгружаться так давайте-ка жопа припаркуемся вот так вот я 10 поддонов привез 50 кубов я думаю этого должно на первое время хватить так и как бы это остальные выгрузить так что по красоте все было за есть у меня один вариант это сделать вот так вот бздынь и просто сюда вот так вот это все запихать все это есть это есть эти все сейчас поисчезают отлично вот этого товарища пока припаркуем здесь давайте посмотрим что у нас работает производство коробок пошло до воды не очень много но ладно воду я потом сюда привезу не проблема щипа видимо проблема коробки 500 кубов хранится на складе ладно с этим все нормально короче производство работает и работает отлично так же друзья у нас кстати есть немного денег я предлагаю купить новое поле и знаете какое а вот то что слева от нас причем же созревший кукурузкой вопрос сколько она стоит а стоит одно миллион двести отлично вообще шикарно значит эту кукурузу я соберу потом чизелями это поле надо будет обработать известь все как короче как обычно ну и эти поля я тоже друзья за кадром до убираю чем-нибудь засею скорее всего даже опять-таки пшеницей и следующей серии мы в общем-то продолжим развлекаться с нашей фермой принципе по сути дела осталось только курятник поставить можно будет выходить в макаронную фабрику и по факту то да на этом друзья у меня тогда все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видосики кто хочет смотреть видео заранее то на бусте в общем то есть такая возможность в общем то тем кто уже там подписался вам друзья огромное спасибочки про лайкусики не забываем комментарии тоже пишем всем огромное спасибо за внимание с вами был никита зело и всем покаки